Соглашение по увеличению товарооборота между Кыргызстаном и Казахстаном до 1 миллиарда долларов было подписано во время официального визита президента Сорумба Джейнбекова в Казахстан в декабре 2017 года. Контакты на высоких уровнях создали благоприятную основу для углубления двустороннего сотрудничества между братскими странами. В 2018 году товарооборот между двумя республиками составил 873 миллиона долларов, что показывает положительную динамику в росте на 10,6% с периодом аналогичного до 2017 года. В январе-июле 2019 года товарооборот составил 542 миллиона долларов, что показывает рост в 9,6% за новичный период предыдущего года. Объем прямых иностранных инвестиций за январь и июнь 2019 года составил 9 миллионов долларов. За 9 месяцев этого года товарооборот по сравнению с прошлыми годами был увеличен на 15%. Положительная динамика наблюдается в торговле сельхозпродуктами, так как были сняты ограничения на их ввоз на территорию соседней республики. Если за прошлый год братскую страну было экспортировано 160 тысяч тонн овощей, то за 10 месяцев этого года в Казахстан было экспортировано с нашей стороны 196 тысяч тонн. Такая же динамика идет и по другим продуктам. В 2018 году 73 тысячи тонн было экспортировано, то в этом году за 10 месяцев мы экспортировали более 130 тысяч тонн фруктов. Это по сравнению с прошлым годом на 57 тысяч тонн больше. То есть это говорит о том, что в данное время никаких ограничений со стороны других государств нет. В основном мы отправляем овощи и фрукты, это яблоки, абрикос летом, сливу, помидоры, огурцы. А с республики Казахстан в основном нам возится пшеница и мука. Культурные же отношения между нашими странами сейчас находятся на высоком уровне. В этом году в Казахстане проводятся различные мастер-классы, обмены опытом между деятелями культуры этих государств. В ближайшей перспективе планируется установить памятник Айтмату в Астане, Абаю, Бишкеке. Такой же обмен планируется сделать и с операми Манас и Абай. У нас с ними есть корневая связь. Об этом говорит наше сказительское искусство. И ты же говорит министр культуры. Отмечая, что на встрече лидеров двух стран планируется подписать соглашение по развитию туризма. Очень многое количество туристов приезжает из Казахстана. Это все-таки берег Иссыкуля на пляжный туризм. От 800 до миллионов иногда доходят казахстанские граждане, которые пересекают нашу границу. Из них где-то около 30-40% из них, наверное, туристы. Больше всего приезжают в летний период. Мы Казахстан и Кыргызстан продвигаем как единый продукт. Так как у нас не очень много прямых рейсов с другими странами, они больше всего приезжают в Алматы, в аэропорт. Сначала смотрят в Казахстан, а потом к нам переходят. И те туристы, которые переходят к нам со стороны Узбекистана, они обязательно посещают Казахстан, а потом улетают. И поэтому наши туроператоры, турбизнес, в принципе, совместно в этом отношении работают. Кыргызстан и Казахстан являются членами многих союзов и организаций, такие как ШОС, ОДКБ, ССТГ и многие другие. Вхождение в эти союзы братских стран-партнеров создают благоприятную среду для сотрудничества и укрепления двусторонних связей. Согласно докладу комиссии ЕАЭС, Кыргызстан с момента вхождения в этот союз увеличил экспорт в Казахстан. На высшем уровне надо политически принять решение, чтобы открыли нам границу, дали возможность доступа к рынку Казахстана нашим производителям. Это однозначно, чтобы на высшем руководстве, чтобы было четкое понимание, что мы должны взаимно друг друга поддерживать. То есть двустороннее сотрудничество должно развиваться на взаимной основе. На сегодня из Кыргызстана в Казахстан экспортируются овощи, фрукты, мясо, сухофрукты и строительные материалы. Наряду с этим Казахстан закупает у нас электричество и сопутствующие атрибуты, как лампочки и электрические печки. А из соседней страны кыргызстанцы закупают в большом количестве муку, сахар и уголь.